я приветствую вас дорогие мои зрители на своем канале тема сегодня высшее я функции высшего я для того чтобы нам разобраться кто такой высшее я я хочу рассказать о том что обычные люди его понимают как совесть или интуицию для чего нам дано высшее я для того чтобы когда мы проходим определенные этапы в жизни мы не падали в этих трудных ситуациях принимали правильные решения то есть наше высшее я подсказывает нам как нам нужно поступить по совести да не оступиться не предать самого себя прежде всего потому что когда мы совершаем плохие поступки и в жестокости и насилие или обижаем кого-то предаем но прежде всего делаем плохо себе потому что все равно придется нам эту же ситуацию пройти поэтому высшее я вот сердце она будет нам говорить что не нужно так поступать что высшая какая функция я в энергетическом мире потому что сейчас очень много литературы посвященные за ты эзотерики и много техник дано да как бы большая тема прошлой жизни да как открывать прошлые жизни и первое что помогает нам разобраться в наших прошлых жизнях это высшее я то есть когда вы научитесь разговаривать со своим высшим я с ним можно научиться разговаривать да это есть описание у валерия синельникова разговаривать как со своим подсознанием я делала эту технику да ты задаешь вопросы определенные в спокойной обстановке и по реакции тела ты можешь понять как бы как вы какой был ответ да то есть нужно определить да если да чтобы это пошло с правой стороны допустим правая половина тела реагировала то если допустим ответ нет тогда левая вот я первый раз когда сделала мне ничего не получилось это такая обиделась ну как так моё подсознание не хочется но разговаривать да вот потом прошло время я решила еще раз попробовать я уже записала ну несколько разных таких вопросов которые между собой не были связаны даже да вот это было у меня вы знаете простое как бы там какую книгу карлоса кастанеды мечтать вот да мне очень хотелось прочитать искусство сновидений и вот оно мне прям так и выдавило когда искусство сновидения да согласна вот потом меня были вопросы там по некоторым людям тоже ну и еще кое-что в общем и меня это поразило думаю надо же отвечает как это здорово вот потом значит я с высшим я уже выходила на более тесный контакт то есть я хотела узнать откуда это высшая то есть откуда я произошла и когда в одной из техник я делала вот этот призыв высшего я как бы слияния с высшим я у меня такое знаете на как накатило вот как бы состояние что что-то такое родное родное к тебе пришло и что вообще я не отсюда как бы не земли хотя я себя считала вот такой стопроцентной землянкой как бы да до всего этого до открытия как бы вот ну что я там с какой-то космической расы я об этом не думала вот потом в одной из медитаций тоже я как бы видела вот те мои световые энергии откуда я произошла все это происходит вот на таком уровне тончайшим и интимным что ты понимаешь что ты не потеряна единица в этом дуальном мире а что есть свыше вот эта цепочка которая возвращается к богу да и она именно формируется вот человек высшая я это как правило в седьмом измерении да потом восьмое девятое десятое и выше вот и так доходишь я уже на сегодняшний момент открыла эльгуэля и сана до седьмое измерение потом митатрон 10 12 измерения да и еще выше как бы по поводу по встречам то что происходило это уже хранители если общее такое название поэтому я хочу вам сказать дорогие мои зрители что высшая я и встречу с высшим я нет ничего счастливее и лучше чем это осуществить да вот как бы чем желать чего-то большего потому что когда вы научитесь слышать себя свое сердце как правило высшая вот прямо на отсюда она вот по ощущению сердца вот вспомните когда вы допустим что-то сделали не так как внутри буря происходит что-то неправильно поступил вот а когда высшая я одобряет что вы правильно делаете тут такая благодать знаете как будто излитие благодати идет поэтому дорогие мои я хочу сказать что это очень важный момент слияние с высшим я и если вы слышите в интернете информацию о том что высшая может вас путать выдавать не те фрагменты прошлых жизни или там параллельной жизни или еще чего-то ну какая-то жуть и муть какая-то вообще бред какой-то который невозможно привязать к конкретной работе высшего я я сразу для себя вижу что эти люди они вообще далеки от энергетической работы они даже не знают каноны как бы вот эти столбы на чем это энергетическая жизнь держится да и происходит теоретически они могут знать но практически если бы они знали они бы не говорили таких вещей если же они я говорю сейчас о тех кто держит центры да у кого вот темы прошлой жизни как бы или же там тема очисток каких-то стоит вот первым планом да что люди должны купить себе там ну заплатить за очистку вот то я вам скажу так что нет ничего лучше чем выйти на контакт с высшим я потому что учителя вот земные люди не способны вас приблизить ну скажем не на два шага вот к этому слиянию люди могут говорить да люди могут свои предположения высказывать но высшая это ваш самый верный надежный друг который никогда вас не предавал поверьте мне да никогда не давал вас кто из вас двоих мог предавать так это вы скорее всего но при этом высшее я она будет все равно вам помогать выпутываться вот из этих всех уже ситуаций обстоятельств которые вы сами по своей глупости или эгоизму себя как бы привели и так высшая я это друг который помогает первое ориентироваться в жизни до принимать правильные решения второе в энергетической жизни это тот кто стоит первым на страже ваших интересов и правильного раскрытия ваших прошлых жизней он подготовит вас и вашу психику как это все правильно сделать и как в дальнейшем работать дорогие мои это видео было коротким и я очень рада и благодарна тем кто его посмотрел и надеюсь что для вас оно было полезным если вам понравилось это видео ставьте лайки если не понравилось ставьте дизлайки или же задавайте вопросы я желаю всем хорошего дня пока пока